меня зовут абрамова ольга я социальный психолог я старший преподаватель департамента психологии высшей школы экономики кандидат психологических наук я преподаю на трех факультетах но в силу то что я социальный психолог у нас есть магистрская программа прикладная социальная психология на которой я веду организационную организационную психологию мы хотели здесь сейчас поговорить про удачу и про то как быть удачливым человеком хотя мне кажется что в самом слове удача уже закладывается то что это не от тебя зависящее какое-то воздействие сила которая скорее как вот судьба есть у тебя какая-то предначертанная и ты уже нее на нее не можешь повлиять это какие-то внешние события внешние обстоятельства и по идее ты не можешь этим управлять вы можете вот с этой точки зрения рассказать про управляемость удачей то есть как это измеряется ну потому что это же наука наука должна как-то измеряться лиза я начну с вопросов которые я последние наверное уже несколько месяцев задаю разным людям очень успешным людям насколько они удачливы я хочу задать вам вопрос насколько вы себя считаете удачливым человеком если сто процентов это максимальная удача вашей жизни в целом я не готовилась к такому они тоже вот это сложно так сказать потому что и ты не думаешь ну а давайте скажу так первое то что приходит на ум наверное но более правильное скажу где-то семьдесят пять мне кажется процентов удачи это очень высокий показатель то есть вы входите ну в число наверное на самых супер счастливчиков да которые в среднем даже удачливые люди оценивают свою свою удачливость где-то 60 процентов это уже считается очень высокий удача у всех разной когда мы спрашиваем даем такой вот абстрактный вопрос о личной удачливости одни люди относят это к некому внешним обстоятельствам им не подвластным а другие считают что это мое личное качество моя личная персональная черта и это правильно то есть если мы думаем что удача это наша личная персональная черта то мы можем на нее повлиять да потому что на то что вовне очень сложно повлиять и мы знаем что какие-то например там религиозные или какие-то эзотерические есть направления которые пытаются приворожить удачу да или там попросить этой удачи у богов да то что было например свойственно каким-то древним цивилизациям это не совсем правильный подход потому что мы не берем на себя ответственность современная психология вот социальная психология она как раз учит и тренирует определенным навыкам да быть удачливым человеком фактически быть успешным человеком и нам сейчас довольно хорошо понятно какие характеристики должны быть удачливого человека чтобы у него все получалось в свое время ричард вайсман вот британский ученый мы очень любим да британские ученые доказали и действительно он провел 10 лет в исследовании удачи с очень интересными яркими экспериментами он привел пришел к выводу он пришел к выводу что удачливые люди обладают основными четырьмя характеристиками во первых это оптимисты которые верят и все время предвосхищают удачу они ожидают эту удачу что они ожидают что мне повезет вот я сейчас зайду за угол я встречу там кого-то потрясающего у меня все получится это такое самосбывающееся пророчество потому что даже объяснив рационально здесь довольно очевидно становится понятно почему например если мы ожидаем все время некие удачливые обстоятельства то мы наше поведение меняется то есть мы приходим хорошим настроение нам нравятся люди с которыми мы встречаемся мы заговариваем с этими людьми пытаемся их узнать мы просто становимся более открыты к миру к дамы открыты к миру и мы становимся лучшим собеседником и это вот как такая вот оптимизм работает на такое позитивное отношение к жизнь в целом также восьман заметил что люди которые более удачливы он сравнивал как раз очень удачливых человек людей и очень неудачливых и смотрел на их реакции в разных экспериментах второе восьман заметил что удачливые люди следуют интуиции что такое интуиция интуиция в настоящем понимание научном понимании это уход от нашей привычки то есть мы привыкли действовать определенным узким образом в разных обстоятельств мы не тренировали этот навык он становится на автопилоте но наш мозг обрабатывает гораздо больше информации которую мы не всегда выявляем в какой-то конкретный момент потому что мы подвластны эмоциям когда-то мы в плохом настроении мы уставшие мы не запоминаем все возможные сценарии мы устаем их обрабатывать все время чтобы сделать правильный выбор а наш мозг может это делать и в итоге интуитивно мы часто выбираем более правильные решения интуицию можно натренировать да и соответственно удачливые люди как выяснилось они следуют своей интуиции если у них есть вот это чувство что не стоит туда идти не стоит с этим человеком связывать жизнь не стоит идти на эту работу у меня есть какой-то вот негативная защитная до восприятия ощущения они обычно не следует они доверяют себе и своим вот этим разным чувством эмоции и в итоге они натренировываются принимать правильные решения третий вывод который сделал вайсман что эти люди открыты новым возможностям и они создают вокруг себя такую сеть контактов то есть то есть это такие экстравертно общительные люди это связано с тем что мы ожидаем удачу если мы ожидаем удачу мы больше открыты к людям как как вы сказали и мы больше склонны к общению то есть это связано с тем что даже если вы стоите в очереди вы ищите эти возможности вокруг эти особо замечаете эти новые возможности вы настолько гибки что можете выйти из своего ригидного привычного сценария да и это очень важно я вот хотел возможно будет хорошей иллюстрации пример как создавать свою сеть контактов вот эту сеть удачи как тех возможностей которые могут проявиться совершенно в разных ситуациях чуть больше года назад я была за границей и была очень неудачная ситуация я оказалась оторвана от возможности приехать в россию без денег в стране в которой я никогда не была в столице что было интересно в этой ситуации я была подавлены и не могла попросить помощи причем я не знала да то есть как действовать в ситуации потому что уехать все равно было невозможно шенгена у меня не было и выехать но тоже в общем то дороги тоже были перекрыты и мне в течение нескольких дней фактически нужно было найти где жить деньги и придумать план вообще на жизнь как выехать да язык страны в которой была я не знал выезжать это тоже стоял еще под вопросом и в этот момент сидя в отеле фактически в слезах ничего не делая мне приходит сообщение от моего однокурсника по парижу из лондона который спрашивает как у меня дела при этом я хочу сказать что мои друзья в европе они никто не ответить я пыталась связаться тоже не получилось каким-то образом получить помощь и тут мне пишет мой однокурсник по парижу я естественно говорю что у меня действительно ситуация сложная и уже давайте перемотаем вперед через четыре дня у меня была квартира в центре бесплатная на два месяца у меня были деньги и мой вот этот вот уровень жизненный как телепортация до произошла буквально за минуты при этом я не не предприняла никаких действий ничего это выглядело как чистая удача ну по рассказу да это чистая удача и это это реальный случай и тогда я задумалась какова вероятность того что в этот момент человек который не писал мне там в течение года или двух написал мне и оказался способен найти до квартиру в центре потому что он тоже никогда не был в этой стране у него не было там особых контактов то есть он как выяснилось нашел эту квартиру что у него в германии был однокурсник который был из этой стране у него когда-то он слышал что была какая-то квартира и в этот самый момент этот его друг расстается с девушкой уезжает из этой квартиры и она сейчас ровно два месяца свободно там фактически то есть это была череда таких случайностях при этом никаких моих действий никакого моего позитивного воздействия на эти события никакой моей инициативы не было мотаем назад эту историю мое время в париже то можно сказать что когда я приехала в париж моей целью было не только из обучения да это была топовая бизнес-школа это было создание вот этой сети контактов я потратила недели для того чтобы завязать отношения сформировать вот эти связи близкие отношения со мной с огромным количеством людей там которые стали потом очень успешными интересными востребованными специалистами экспертами во всем мире включая профессорский состав с как я с этими людьми общаюсь до сих пор и вот это работа которая была проделана пять лет назад до этого случая она и помогла мне фактически да потом вот этот кусочек удачи отвоевать от у жизни до в очень в каком-то экстремальной ситуации и это о чем говорит как сказал луи пастер удача любит подготовку если вы в течение жизни следуете определенной стратегии удачливости то в какие-то критические ситуации когда вам будет не хватать собственных навыках собственных ресурсов и сил вот эта удача будет помогать и вытаскивать вас на новый уровень а